Меня зовут Тупчева Анастасия Павловна, я младший научный сотрудник Института Астрономии Российской Академии Наук. И я занимаюсь исследованием пыли в космосе. Моя работа заключается в том, что я пытаюсь понять, как формируется то излучение, которое я вижу в объектах, где рождаются массивные звезды, это туманности, они по виду своему кольцеобразные, и, возможно, это проекция на плоскость, где мы видим кольцо, а может быть это сфера, а может быть это тор. И я изучаю то, как может сформироваться такая структура, когда рождается массивная звезда в центре нее. И в то же время занимаюсь еще не только наблюдательным аспектом тех характеристик излучения, которые приходят из космоса, но и также пытаюсь понять с коллегами своими то, как теоретически можно воспроизвести и какое количество пыли, какого химического состава, размера надо задать для того, чтобы получить такую структуру, то есть сравнить теорию с наблюдениями. И это одна из задач моей работы. Если так вкратце, то я люблю свою тематику, которую я выбрала, именно связанную с пылью и межзвездным пространством, потому что я считаю, что это тот самый кирпичик, который расскажет нам о том, как сформировалась жизнь на нашей планете, как формируются все те элементы, которые мы наблюдаем. Это если прям глобально и романтично удаляться в эту тему. А так я получаю удовольствие от того, что есть задачи, которые ты совершенно не знаешь, как решить. Есть проблема, например, формирования этого излучения и то, как оно происходит, и как это явление вообще случилось. И как произошла именно такая кольцевая туманность. Или как, допустим, у нас есть в группе тоже есть проблема формирования планет в протопланетных дисках. И ты знаешь, что есть эта проблема, ей занимаются разные группы, разные ученые, и ты не знаешь, какой метод именно сработает и какой именно подход. А также мне очень нравится процесс программирования, когда ты используешь физические условия и при этом еще знаешь какие-то аспекты языка программирования, это все укомплектуешь, и у тебя получается тот процесс и тот объект, и ты получаешь удовлетворительный результат, и ты счастлив от того, что ты видишь, что те предположения, которые ты делал, они сработали, и они действительно такие. И ты можешь напечатать классную статью, и ее воспользуются ученые, и даже дальше продолжат развивать ту теорию, которую ты построил. Я всегда была ребенком, который хотел узнать правду. Мне нужны были именно весомые факты, которые подтвердят, что это вот так случилось, и это не потому, что там какой-то призрак или какое-то непонятное явление, возникшееся на кладбище, и вообще бабайки ходят у нас тут в квартире. Я всегда хотела узнать, где истина, где правда. Я в детстве мечтала вообще стать археологом, но я заметила то, что много есть аспектов в истории, которые запутаны, и я еще недолго узнаю правду о них, и поэтому я решила, что именно физика и химия с математикой – это те предметы, которые мне больше привлекают своей точности и естественных познаниях того, что меня окружает, и той природы, которая есть. И я любила, потом изменила свое предпочтение, и последние годы я именно давала предпочтение именно этим предметам. Это, наверное, началось с класса седьмого. Так основательно, чтобы… Нет, не подталкивали, потому что мама всегда хотела, чтобы я нашла что-то такое, профессию, которая была ближе к творчеству. Но при этом они не настаивали на моем выборе, они всегда думали, вот еще одну профессию выберет, другую внезапно хочет стать музыкантом, рок-звездой. А там хобби – естественные науки. То есть родители это переживали естественным образом. То есть они видели, что ребенок пытается найти себя и найти свой путь. Они не мешали. Они давали мне пробовать себя во всех профессиях, которые я могла себе попробовать, успеть, и наоборот поддерживали. Но, конечно, мне хотелось, чтобы я была, наверное, не знаю, актрисой. Да, для меня это творчество. То есть я нашла все возможные аспекты, которые были в других профессиях, которые я пробовала именно в науке. Это и интерес, это и сложность, и креативность, и даже историческое событие тоже охватывают эту науку. И ты также путешествуешь еще во времени. Потому что ты узнаешь об объектах, которые где-то далеко находятся там. И, может быть, сейчас уже они не такие, какие мы их видим в телескопы. Ну, их достаточно много. На самом деле, те личности, на которые я хотела бы равняться, это не совсем исторические личности. Это личности, которые меня окружали на протяжении моей карьеры, будь как ученого, астрофизика. Это мой научный руководитель Дмитрий Секович Виба. И также еще очень великий космолог, для меня великий космолог Олег Верходанов. И вот именно эти два человека, они повлияли на меня, как на ученого, который должен все время пытаться понять и проявить интерес к тому, что тебя окружает. То есть это не исторические личности. Ну, может быть, это исторические личности потом станут. И в учебниках истории о них тоже напишут. Не знаю. Меня окружают одни женщины. У нас есть в институте много мужчин, астрономов и астрофизиков. Но так получилось, что я не замечаю недостаток, а даже иногда переизбыток. У нас, например, в институте много аспиранток, чем аспирантов. Не знаю, с чем это связано, но уже на протяжении трех лет к нам поступают очень хорошие и умные девочки, которые увлекаются наукой естественной. Также, когда я путешествовала за границу, я тоже наблюдала, что много есть женщин, которые занимаются и, как это называется, океанологией, и глицологией. И тоже достаточно интересные профессии, которые пересекаются в какой-то степени и с астрономией, и с астрофизикой, что мы встречались с ними и занимались проблемами астробиологии. То есть такие конференции были, такие школы, где люди, в общем-то, больше сфокусированы на биологии и химии, но при этом они применяют свои навыки и к астрономическим проблемам и явлениям. И мы, как астрономы, которые с точки зрения астрономии смотрим на эти явления, процессы, мы коллаборировали и делали проекты. И там было достаточно тоже много девушек. Я бы не сказала, что это было плюс 60 или там процентов, или 40. Ну, я не видела так, чтобы вообще только одни мужчины. И я внезапно пришла на конференцию, зашла, а там я одна девушка. Такого не было. Она как раз-таки о морфологии излучения эволюции пыли в областях, где ждут массивные звезды. То есть этому была посвящена вся моя научная карьера в аспирантуре. И после аспирантуры я тоже немножко продолжила работать по этой тематике. И я пока не нацелена менять ее. То есть мне нравится та тематика, которой я занимаюсь. Конечно, есть другие аспекты, которые тоже привлекают мое внимание. Но все равно они так или иначе вытекают из тех же самых областей, объектов, которым посвящена моя диссертация. Мне было интересно узнать о том, что... Два события, я бы сказала. Первое событие, которое меня прям впечатлило, это астероид Ома-Ома, который летит в космическом пространстве и имеет вытянутую форму. И это одно из направлений изучения того проблемы, как была занесена, зарождена жизнь на планете Земля. Это немножко связанные аспекты. И для меня это было интересно узнать, что не обязательно астероиду быть в Солнечной системе, например, или в системе какой-то другой звезды. А что он может вылететь и по каким-то причинам лететь просто в космическом пространстве. И также для меня была интересна тема — это планеты-одиночки. Что могут существовать такие планеты? И есть работы, которые посвящены исследованию, может ли на таких планетах тоже сформироваться некое подобие жизни или какие-то соединения, которые могут зародить другую жизнь, например, азотную. И еще один последний момент, который тоже поразил, это открытие простой молекулы в атмосфере Венера. Это тоже было удивительно, потому что, как из работы следует, что эта молекула, она образуется благодаря микроорганизмам, которые должны существовать. Но то, что мы знаем о Венере, там условия очень сложные. И в действительности в атмосфере, в поверхности эта молекула могла сформироваться. Но есть много тоже вопросов и загадок, о которых описано в самой работе. И они существуют и есть. И интересно, как вот такие вот процессы происходят, потому что они заставляют задуматься, а знаем ли мы все? Или даже о нашей Солнечной системе, о нашем близком, близлежащем, можно сказать, окружении. Ну, я читала, интересовалась этим вопросом тоже. Конечно же, мы все эти интересные истории и новые открытия изучаем, и они не проходят мимо нас. Но для меня это не было таким сильным удивлением. Возможно, это ошибочно, но для меня казалось, что это логично, потому что звезды не рождаются в одиночестве. Есть скопления звезд. Даже вот в тех объектах, которые я изучаю, их формирует не одна звезда, а может быть даже ассоциация звезд. И просто в какой-то момент им неудобно оставаться в гравитационном взаимодействии, и они распадаются, эти системы. Поэтому для меня это было бы естественно узнать, что вообще, возможно, наше Солнце, оно просто потерялось во время формирования, вылетело как из одной системы, тройной или кратной системы. Потому что в конце своего существования звезды остаются одни, либо есть, конечно, тесно двойные системы, где это практически невозможно, и они будут вдвоем так взаимодействовать, обмениваться с веществом, пока один из компонентов не закончит свое существование, как сверхновая или черная дыра, или нейтронная звезда. Но может быть и есть такой процент, что звезда сформировалась в одиночестве. Но для меня это как бы как один из процессов звезд образования, которые изучаешь, то это не исключено. То есть такое явление. Есть газ и пыль. Есть вещество, которое есть пространство. Даже в нашей комнате все вещество, оно неоднородное. Есть где-то более плотные места, где-то есть менее плотные места разряженные. И также в международном пространстве есть плотные облака, которые, например, как в Млечном пути, выглядят как темные пятна. Глобула там тоже есть такой объект. И это плотные молекулярные газопылевые облака, где как раз-таки есть возможность сформироваться сгустку, и нескольким даже сгусткам. Более детально процесс это сложно описать, но обычное, простое объяснение это тому, что у нас есть вот этот сгусток, который сформировался. Он начинает сжиматься, в нем зарождается тепло, но потом это тепло поступает в другую силу, и начинает давление расширяться. То есть газ начинает расширяться. Это обычный физический процесс, по сути. И если бы не было той самой пыли или того вещества, даже молекулы на пылинке, они в меньшей части тоже участвуют в этом. То, что они вот эту энергию, которая в этом сгустке происходит, они ее уносят в виде излучения, и тогда наш сгусток начинает все-таки сжиматься, в нем начинается процесс образования термоядерных реакций, и это называется, что у нас уже звезда. То есть это какой-то протообъект. До конца нам неизвестно в более детальном подробности зарождение звезд. Проблема звездообразования, особенно массивных звезд, которыми я занимаюсь, она связана с тем, что если маломассивные звезды мы можем увидеть, и вот в этих темных облаках, посмотрев инфракрасный диапазон, мы можем увидеть звезду, то большинство моих объектов исследования звезда скрыта газопылевой оболочкой, и я даже не знаю о том, там одна звезда или несколько звезд. Я только вижу, получается, это излучение, и по этому излучению я пытаюсь догадаться, какова обратная задача, и что там, что создало это излучение. Это связано с пылью, потому что первые звезды, они были без пыли, самые первые. У них не было элементов тяжелее водорода и гелия. Там, может быть, еще присутствовал литий, но в малом количестве. И после того, как они умирали, они добавляли новые элементы, и уже по составу тому, насколько сложные образовывались элементы и пыль, появлялись вот эти новые поколения. То есть поколение звезд мы можем определять даже по химсоставу тоже. В принципе, это возможно. Поэтому и существует вот эта вот как бы классификация. То есть когда я начала заниматься этими процессами образования звезд, этой пылью, я не искала какого-то глобального ответа, который спасет всю вселенную, или, не знаю, найдет что-то новое, я оставила себе маленькие задачи. И для меня именно достижение маленьких целей и маленьких каких-то проблем, которые существуют в этих объектах, это уже некий скачок. Потому что иногда кажется, что если мы возьмем и зададимся вопросом, а как же все-таки сформировалась жизнь, и могла ли она там сформироваться, даже тот же самый ДНК и РНК, в космосе, а не обязательно на планете Земля, то с одной точки зрения это звучит очень даже фантастически и нереально. И много вопросов есть к этому. Гипотеза, конечно, хорошая, но тем не менее. И даже простые модели, простые подходы и простые маленькие задачи, они могут сделать огромный скачок и шаг вперед. Например, я занимаюсь объектами, как я уже сказала, где рождаются массивные звезды, и мы производим моделирование этих объектов при помощи одномерных моделей. Скажется, почему абсурдно, потому что у звезды есть вращение, звезда движется, там есть магнитное поле, и одномерная модель, она не может быть применима к таким объектам, потому что там все сложнее. Но иногда простая постановка задачи позволит всю химию, которая присутствует в этих объектах, взаимодействие пылинок с излучением, пылинки как взаимодействуют с газом, как они взаимодействуют друг с другом, как они разрушаются, как они слипаются, как образуются на них новые молекулы. Это очень тоже обширная и сложная задача, и для того, чтобы ее решить, можно просто сделать такой простой шаг. Поэтому я приверженец именно таких маленьких задачек и простых моделей, которые смотрю на ситуацию, а дальше уже понимаю, насколько могу я дальше пойти или усложнять свою задачу. И, может быть, это приведет к новой какой-нибудь идее. И даже вот эта вот гипотеза о том, что жизнь могла сформироваться даже просто в космосе, она может оказаться не абсурдной. А может быть, она совсем окажется совсем абсурдной. То есть я не ставила такой цели. Не цели даже, а вообще каких-то мыслей таких не было. Для меня так разница невелика, но мне не то, что открытие. Я бы сказала, что мне стала интересна область биологии. И я стала увлекаться тем, что я начала читать и смотреть какие-нибудь подкасты или у своих коллег, которые занимаются биологией, спрашивать о том, как наш организм меняется в условиях невесомости, какие явления происходят с космонавтами, процессы какие-то происходят в организме в изменении космонавтов после возвращения на Землю. И я не сказала бы, что это прям вах-событие, но мне стала интересна эта область. Не знаю, ввиду последних светов событий в нашем мире или просто мне интересно стало то, как мой организм меняется в условиях земных и неземных космических. А если говорить про вах-событие, то самое последнее событие, которое вах-событие, это слияние черных дыр и недронных звезд. Но это подтверждение теории относительности Эйнштейна. Я думаю, это колоссальное событие. Ну, у меня мечта одна — заниматься дальше своей работой и заниматься своими исследованиями. Но в глобальном смысле о том, чтобы что-то создать или, не знаю, защитить Нобелевскую премию, я к этому не стремлюсь. В Шнобеле тоже можно. Ну, нет, я, видимо, очень скромный человек. А может быть, не скромный. Но не стремлюсь за какой-то славой или известием. Мне просто нравится моя работа. И это, наверное, то, что я советую всем. Если вы найдете то, что вам нравится заниматься тем, что вам нравится, не в зависимости от того, что вам говорят окружающие или, не знаю, какие-то еще факторы влияют на то, чтобы вы этим не занимались. Если действительно это вас цепляет, это, не знаю, заставляет вас волноваться и не спать ночами и заниматься только этим, это значит то, что действительно ваше. И вот я люблю свою работу, и поэтому я не хочу другого. И надеюсь, меня не отнимут мою работу. Это все, что у меня есть.